Радио 54 Я работала больше с выставочными животными, там есть строгие рамки, в которых ты должен действовать. Есть стандарт, то есть шерсть тут такой-то длины, здесь всякой впечатление от стрижки должно быть такое-то. И ты максимально должен сделать похоже на то, что написано, и сделать так, чтобы это всем еще и понравилось. Понравилось эксперту, понравилось зрителю, понравилось владельцу. То есть пришлось изучать какие-то выставочные стандарты, госты и все такое. Да, да, конечно. Породы разные, собаки разные, длина шерсти разная. Да, структура разная. Это все, да. Что касается работы, это понятно, да, имеется в виду самого парикмахерского, зоопарикмахерского искусства. Как вы находитесь с ними общий язык? Как вы с ними... Зоопсихология имеет место быть, наверное, в вашей промежу. Ты человеку говоришь, поверни голову, да, там, не крутись, там, а это собака. Тут основная задача, чтобы владелец еще с детства собачку приучил хотя бы к минимальному контакту с собой, да. А спокойно собака должна относиться к прикосновениям, спокойно относиться к обществу чужих людей. То есть тут все закладывается в детстве. Если ко мне попадает щеночек, у меня много владельцев, кто начинал, буквально там, прививки сделали и сразу же прождали карантин и пришли ко мне. Тогда я собачку могу с детства постепенно научить. В итоге это, получается, идеальная собака. Вот на данный момент у меня собачки есть кому 10-15 лет. Это ваш постоянный клиент? Да, они ко мне постоянно ходят с самого детства. И вы их, можно сказать, воспитали? Да, у меня абсолютно никаких проблем нет с ними. У меня очень быстро происходит груминг. То есть они приходят такие, они уже знают, что, о, мое кресло, хоп, сели такие, все. Да, да, примерно именно так. Майя, Майя, давай вперед, я готов. Да, 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 да. Ну, а если приходят какие-то неуравновешенные психические животные, которые там не дают себя потрогать, которые вечно крутятся и куда-то мечутся. Укусить могут. Что делать? Вы их зажимаете? Нет. То есть тут должна быть простроена определенная линия поведения. Чем спокойнее человек, тем спокойнее будет собак. То есть тут несколько вариантов работы с животным. И, как правило, это не физическое воздействие. Как вы видите, я достаточно субтильная, а работаю с собаками зачастую, которые больше 40 килограмм весят. Вот. Ну, вот у меня ближайший такой клиент, это русский черный терьер будет. Он вот такой большой. То есть у него голова вот метр-полтора. Ну, где-то мой рост еще, с Майя, показала. Вот. То есть физически заломать его при желании не смогу. То есть мне надо с такими собачками договариваться. Договариваться. Да. И как получать, чем вы их берете, так сказать? Честно, я сейчас даже не задумываюсь, да. Я просто очень, так как я с детства, опять-таки, с собаками работаю. Прикормить, нет? Прикормить. Какие-то лакомства, да, нет? В ход идут, нет? В процессе груминга это нежелательно, потому что животному может стать плохо. Просто не в то горлышко попало, мало ли что может быть. Или может аллергия случиться конкретно у этой собачки на конкретно это лакомство. Ну, и что мне делать? Поэтому вот приходится просто мягко, ласково, поглаженно договариваться, да. Сидеть, стоять. Какой позе нужно стричь? Непосредственно стригуция собачки исключительно стоя. То есть собачка на четырех ножках должна стоять и не шевелиться. А кроме стрижки что вы делаете? Какие-то укладки там? Да, есть определенные укладки, окрашивания. На готовую стрижку вы там что-то сушишь? Ну, почти, почти, да. То есть обычно собачку сначала сушат, вместе с этим укладывают шерсть, а из того, что получилось, уже ваяют стрижкой и не только красивую картинку. Прям настоящие услуги стилиста на самом деле, да? Ну, да. То есть так как опять с выставками я связана, приходится там здесь там пушап, здесь убавить и так далее. Как делать красиво? Не каждую породу можно оригинально постричь, потому что по правилам выставки ведь они могут не подходить, да, таким образом. У выставочных собак все строго, есть строгие стандарты. Если эта собака домашний любимец, так называемый пэт, тут простор для фантазии, только шерсть ограничивает. Что вы делали самое такое креативное, или может вас что-то просили такое необычное сделать? Я помню, у меня были цирковые собачки, у меня была чао-чао светлого окраса, которую нужно было покрасить под панду. Вот, да, они были у нас проездом, были на гастролях и вот обратились ко мне. Была забавная собачка, мы с ней пару раз работали. Потом случайно я у своих коллег московских нашла же эту же собачку, тоже в такой же прическе, как она у меня была. Так же покрашенная, но я лучше покрасила, да? Есть ли какая-то мода на стрижки? Да, но... Меняется? Меняется, конечно. Сейчас, например, в тренде так называемый азиатский стиль, очень кукольный, такой красивый стиль, но... Примерно, как это выглядит? Это очень миленькие, коротко стриженные, маленькие мордашки такие кругленькие, куча бантиков, иногда это завитые кудряшки, ну, очень забавно. Кстати, да, часто приходится делать какие-то именно прически с какими-то другими прикладными материалами? Химку? Ну, какие-то вот бантики, такие, косички заплетаете? Есть породы, у которых это определенным стандартом, то есть юркширский терьер шицу всегда должен быть с красивой прической. С бантиком? С бантиком, да. Такое ощущение, что они с бантиками рождаются у меня. Ну, иногда да, вот, но нет, к этому тоже приличают, вот, бантик не прикладывается, вот. Чаще всего работа заключается в том, чтобы все-таки произвести гигиенические процедуры, избавить собачку от колтунов, убрать лишнюю длинную шерсть, которая просто мешает собаке жить. Слушайте, ну, почему мы все про собак, да про собак? Есть же еще другие животные, или вы только собаками занимаетесь? Ну, лично я на данный момент специализируюсь только на собачках. Вообще, да, услугами пользуются кошки, пользуются кролики, морские свинки. В моей практике еще есть лошади, потому что я лошадей тоже люблю, то есть стрижка лошадей после зимы вполне нормальная вещь. Именно после зимы так положено стрижить? Ну, чаще всего просто они не успевают перелинять в нашем климате, иногда им нужно помочь, либо это спортивные стрижки, которые для спорта используются. Майя, ну вы сказали, что такой тяжелый труд, не было желания вот бросить все и, собственно, стричь людей, да? Совсем давно после учебы я пыталась уйти из этой профессии, но не смогла. Судьба? Было неинтересно. С людьми интересно, да? Нет, почему? Просто у меня это лучше получается, мне это нравится, почему нет? Ну, по просьбе друзей или родственников постригайте человеческие головы. Очень редко, но бывает, да, то есть по детству мы постоянно с подружками друг друга красили, там укладывали и так далее. То есть на вечеринку собираешься, ну, там у вас всех уложила. Ну, по детству все мы парикмахерши, конечно, со стажем. Все эти медсестры еще, да? Особенно на коэсцемированную дискотеку, где надо в стиле 80-х притеснуть чесечком, так мы вообще все очень стильные ребята. А животных красят, да? Делают покраску? Ну, в панду же. А, ну, да, да. Ну, нет, ну, это был такой случай, скажем, цирковая собака, а вот в обычной жизни? Красят, но я для обычной жизни, как правило, это не сильно приветствую. Не рекомендуете, да? Да, просто зачем? Ну, практической пользы нет. Ну, если сильно хозяину очень хочется, то бывает. Потом началось татуировки и все такое, ну, в общем, да. Нет, делают, на удивление делают. Татуировки животные? Татуировки делают. Если не для цирка, то для дома какие-то тоже необычные. Во что красят? Во что красят? Ну, как правило, это разноцветные хвостики у шпицов, которые похожи на педаста. Челки, да? Челочку покрасить, очесы на ушах покрасить, у того же Йорка что-то такое. То есть в костюм клоуна никто не раскрашивает всю собаку? Это, как правило, если мы в интернете видим какие-то яркие картинки, это, как правило, конкурсные работы. Как правило, либо азиатские, либо американские. Вот у нас это стезя не так развиты.